Дайджест недвижимости Поддержка будет распространяться на всех заемщиков вне зависимости от валюты кредита. Средства на оказание поддержки планируется выделить из резервного фонда правительства, возможно с привлечением агентства ипотечного жилищного кредитования. Напомню, прошлая программа помощи проблемным ипотечным заемщикам обошлась бюджету в 4,5 миллиарда рублей и действовала с апреля 2015 по май этого года. К маю банки получили свыше 52 тысяч заявлений на реструктуризацию кредитов. Части обратившихся заемщиков просто не успели помочь. Средства, выделенные на эти цели, закончились еще в марте. Дайджест недвижимости Администрация Кирова определилась с земельным участком под строительство здания арбитражного суда. Он может разместиться по адресу Московская, 96, вблизи от перекрестка с улицы Романа Ердякова. Предложение исходит от управления градостроительства и архитектуры мэрии, сообщает портал Дом-43. Ранее предполагалось, что здание арбитражного суда может быть возведено на месте бывшего больничного городка, вблизи алых парусов. Однако перспективы этой территории до сих пор не ясны. Сообщалось, что на освободившемся участке может появиться благоустроенный сквер или же здание Конгресс-холла. Дайджест недвижимости Аналитики рынка недвижимости отмечают рост арендной платы. Повышение зафиксировано во всех сегментах жилья в Кирове, как на рынке длительной, так и краткосрочной аренды, сообщает портал Рекиров.ру. Значительнее всего почти на 10% подорожала суточная аренда двухкомнатных квартир. Снять такую недвижимость на день в среднем стоит порядка 1300 рублей. Двухкомнатные квартиры, сдающиеся на длительный период, также прибавили в цене 500 рублей. Их предлагают арендаторам по 11 тысяч в месяц. Снять однокомнатную квартиру на длительный срок стоит в среднем 8800 рублей, трехкомнатную – 18250 рублей. Самое доступное предложение июня – 20-метровая однушка на улице Арджиникидзе. Ее предлагали за 3000 рублей в месяц. Самая высокая арендная ставка – двухкомнатная квартира на улице Молодой Гвардии – 45 тысяч рублей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости Анна Лапшина Анна Лапшина Анна Лапшина Продолжение следует...